Знакомились? Кто у нас разрешено? Так вот, мне сказали, что ругаются, матерятся. А вы знали, что нельзя материться? Все знаете? Да. У нас лагерь православный. Поэтому имейте в виду, за матерок будет наказание. Такие слова нехорошие, сказанные были. Поэтому следите за своим, как говорится, языком. Его делать нельзя. Это пред Богом грех. Господь говорит, что за каждое слово мы дадим отчет. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. А если ты сказал скверное слово и в этом не раскаиваешься, вот призовет тебя Господь. Я вчера вам говорил, что у нас 15-летний юноша здесь погиб в деревне. Казалось бы, вся православная деревня. Какая тут может быть опасность? А в жизни бывает так, это Господь попускает, что даже на ровном месте бывает спотыкается, падает человек и руку сломал или еще что-то. Или внезапно смерть. Степа, проходи на занятия. Будешь слушать Слово Божие. Ходить мы всегда поиграем, успеем походить. Поэтому этого делать не надо. Но разбор еще отдельно будет с начальником лагеря. Понятно? Да. И когда вы что-то услышите, вот как по правилам должно быть, я напомню уставку. Если что-то в виде, какое-то нарушение, нужно сказать, пойдем к старшему разбираться. Услышали, кто-то скверное слово сказал. Нельзя, пойдем к старшему. Понятно? Да. А если он не идет, тогда ты сам идешь к старшему. Вот это будет по нашему уставу. Все хорошо запомнили? Да. Чтобы девочки соблюдали так же устав и мальчики. А не так, что в Тихомолку пошел, нажаловался. Это ябеды-корябеды. Ябедничать нельзя у нас. Нужно сказать, пойдем к старшему. Ну давай. Первый день, когда я сюда приехал, здесь был еще Ильюша. Я ему говорила, пойдем к старшему. Он сказал, отстань. Он без разрешения бил колокол. Ну Илюша, он вообще не лагерный. А потом все побежал, сел на качель, как будто бы этого не делал. С ним отдельно потом разговор. На костер. Игнать Тихонич его уже не разрешает ему. Ага. Да. Так, ну все. Что я хотел сказать, продолжайте. И помолитесь, чтобы у нас хлебушек был. Занятия минут 30. Ну смотри по их состоянию. Ты же видишь, что паста у тебя слишком молоденькая некоторая. Поэтому так. И молитесь, чтобы хлеб получился. У нас там трудности. Запломка не подходит. А там щелка, и уже тепло будет выходить. А хлебу жар нужен. Час, полтора часа он должен печься. Приблизительно. Вот так вот. С Богом. Минута времени. Дерно. Денька, что у нас мертвец будет стоять. Стоять на молитве. На молитве все. Поем Царю Небесной. Своё небесный, Утешителю души и стены, И живи здесь, И вся исполняя Сокровища благих, И жизнь подателю, Приники в зиме сяпны, И очистины от всяких смирных, И спаси в ладжи души наши. Господь и Бог наш, благослови на эти занятия по Слову Твоему, Господи. Умудри нас, дай, чтоб Слову Твою заговорил, чтоб оно было живой, действием, сердцем, разумом, в старт нашим. Умудри, Господи, детей, дай им принять Слову Твою, Чтоб они полюбили Его, Господи, Чтоб убоялись лица Твоего, Господи, Чтоб исполнились Духом премудрости, Духом разумения, страхом Твоим, святым. Чтоб все мы дошли до жары, прислили до Царства Твоего. Тебе хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Так, во время никаких ни разговоров, ничего, только так, я кому-то говорю, кто-то хочет отвечать, поднимает руку и встает отвечать, понятно? Простите, тут сквозняк, я раздам, не пусть заберут своих. Оденьте, чтоб вас сквозняком не побывало. Ваня, возьми, Вероника, смотри, разговоры пригодите. Ваня, Ваня, ну посядь-ка сюда, вы оба такие, вас нельзя бесосадить. Вот еще, Вика, вот, покай ее куточкой. Так, твоя вот эта? Так, все, молча, молча все, успокойтесь. Ну что, поздравляю тебя, сиди пока-пад. Ну садись до первого замещения, обратно садись. Если что, то у меня все осталось. Так, договорю, Оливия, нету ее сейчас, понимаете? Это чья? Моя. Проси, передай. Чья? Моя. Надо подписывать, чтоб видно было. Вот, Леониды, где она? Передай. Агни, где Агни? Вон она, вон она, место. Суховеева, Ивана. А, двета, второй, посмотри, чья. А, моя. Это чья еще? Моя. Что, опил сел? Да. А вы зачем тебе двета? Это варка. Крайка, это не век. А. Ты в одной пиши. Вот, для слова Божия сделай отдельно. Это вот отдельно. Это моя. Тарасьева. Где у нас Тарасьева? Почистая. Лобанова. Нет, Местерова, Анна. Где у нас Анна? Передай. Анне. Все, у всех есть или не у всех есть? У меня нет. Ну а что, идите, забирайте почерк. Мелкий почерк такой. Я отнимаю. А, моя. Это твой. Дядь Володь. Понял, судишь? Мне старо много. У меня очень много ручек. В финале. Вода несколько. Ну а что вы замучили? Бегайте, давай сюда. Ну ладно, иди, бегом. С кем-то. Можно мы тоже? Бери любого. Андрей, пойдем. Андрей, давай, бегом. Можно спереди? Там не помогает. Брось, а у тебя что там? Ручки тоже? Ручки у меня носит. У меня носит. Двоем, следуй. Ну-ка, бегом давай. Ручку? Сейчас, ты выйдешь. Я еще к вам передавал большой стопкой листик для рисования. Ручки, передай. У меня синий. Большой стопкой листик. А тут лапка далеко. Да, смотрите, пишут, они не пишут. Нет, ну не знаю. Смотрите, мне зеленый. Ну вот тебе. Зеленый. Кому ручку надо еще? Мне еще. Огневуши. Мне тоже надо. Тихо, разговоры прекратили. Разговоры прекратили. Гляди, куда Ксюша идет. Она подсела к своей подруге сразу. Ксюша, ну-ка, уйди оттуда. Что ты там подсел? Разговариваешь что-то? Давай, перелазь там нормально. Сзади нет, проходи. А у меня скамейка дырвала. У меня тоже скамейка. На, держись. Смотри, все равно рядом. Тихо, Василиса, будешь мешать, я тебе выведу. Сиди спокойно. Слушай, ты. Можно мне бумажку? Бумажку? На, тебе бумажку. У меня бумажки нету. На, тебе прозрач. Потом, сколько возьмешь, что надо. Передай. Помоги. А больше нету тетрадей? Есть. Надо. Держи. Ручки, возьмите у кого-нибудь ручки. У кого есть. У меня есть этот, в теле. Ну, а что в теле-то? Опять в теле. Да у меня. Уже стадили. У меня тоже нет. А ты что, ты же бегал сейчас вперед. Я забыл. А что забыл-то? Опять забыл. Ладно, сейчас у нас первое занятие, говорит, так. Потом на перерывы сходите, пока так будем. Мне тоже. Слушайте внимательно, сиди. Тетрадку надо? Тетрадку надо? Да. Поговорим мы в первую очередь о Слове Божьем. Я у нас первое занятие проводил, просто устно. И как понял, вы Слова Божьего вообще ничего не знаете. Может, где-то что-то мелько он слышал, дроботы там немножко слышали. Может, другие тоже загуляют там. А остальных со Словом Божьем очень плохо все. Вот. Вот эта книга называется Библия. Вот это наша православная книга. Здесь полностью 77 книг. Для себя сегодняшнее число запишите. В тетрадках откройте. 15-е, 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 2015-е год. 15-е, посередине пишите. О, иди сюда. Сиди сюда, посередине пишите. Сиди сюда, посередине. 20-15, кто не знает, что ты видишь. Я нету. Илья, ты что, заниматься пришел? Садись, крепко снимайся. Внимательно слышай. У меня ручки нету. Ну, я что-то тоже. Я уже не знал все свои ручки. Так, Андрей, Тарас, за ручками бегом. Здравствуйте, у тебя есть точка? Да, у меня будет. Ну, давай быстрее, в любом случае. А куда бежать? Верю, конечно, а куда бежать? Я в другой. Положите, пожалуйста. Крусик, что? 15-е. 15-е, точно. Кто может писать, пишите. Библия состоит из 77 книг. Как понимаете, может, просто слушайте внимательно. Библия, видите, у меня доски сейчас нету, надо в ладошку вам сделать. Потом сделаем, да, зло. 77 книг. Напиши, библия. Помнишь, пиши. Библия, я. Большой буквой Библия пишется. Библия. Библия состоит из 77 книг. Ты пиши. У меня ручки нет. Стоит. Ладно, потом разберемся. И еще два ручки. Состоит из 77 книг. Да, да. 200 мертвых, напиши. Все. Вместо ручки есть у тебя дополнительные? Поделись. Сейчас посмотрю. Добрый день, Димиш. У вас что-то... А? У вас что-то срочное? Нет. Просто я сейчас тут занятия провожу. Ага, ладно, перезвоню потом. С Богом. Ручки, если у кого-то есть дополнительные ручки, поделитесь. У кого нет? У кого ручки-то нет еще? Всех есть? Ваня, у тебя есть ручка? Она чуть лише. У тебя вторая есть. Патюша, да, Ирина. Ваня, прошу. Ничего красиво есть. Садись. Все, все, садись. Все, поздорово не хотели. Записали Библию. Состоит из 77 книг. Арсений, записал? Да. Все. Делится она на новый и ветхий завет. Делится на новый, ветхий, новый завет правильно писать. Ветхий, новый завет. Боец без ручки, в сетратке сидит. Ветхий с большой буквы. Ветхий с большой буквы пишет. На. Все учились. У другой стороны. Что это? Не понимаю. Это мои штуки. Это мои штуки. На, пиши. Спасибо. Ветхий и новый завет. Ветхий с большой буквы слова пишется. Новый завет оба слова пишутся с большой буквы тоже. Запишал все-таки? Не переселись. А то он как-то не толкает. А, там далеко сидит. Что ты писаешь? Вахты и лепуты делаешь. Ну, видишь? Вот занятия там на рассчитанных. Здесь тоже далеко. Садитесь сюда. Карель, садись рядом со мной. Тебе тоже далеко сидит? Садись туда. Сюда садитесь. Ветхий и Новый завет записали? Да. Библия состоит в 77 книг. Да, написали. Андрей. Ну, потом перепишешь. Еще есть у этой книги, это вы запоминайте, потому что писать это слишком долго будет. Кто может быстро писать, пишите. Впрочем вынуть в ручку завтра. И сядь прямо. У нее есть три названия в этой книге. Библия, Слово Божие. Слово Божие с большой буквы, оба слова пишутся. Слово Слово и Божие тоже с большой буквы. И третье название в этой книге. Священное Писание. Пишите еще раз. Напишите, автор у этой книги Господь Бог. Господь с большой буквы, Бог с большой буквы. Автор именно вот этой книги Библии. Библия, Священное Писание, Слово Божие. Господь Бог. Ну, потом доску я установлю, буду на доске вам писать, вам будет легче смотреть. Бог, кто же писал? Гэ последний. Бог мы произносим, а пишется Г. Бог. Значит, я по-русскому крылью. Библия состоит в 77 км. Автор Библии. Автор Библии. Господь Бог. То есть, все, что в этой книге написано, начиная с первой буквы и заканчивая последней буквы, слышите внимательно, Тимуфей, разговариваю только я здесь, вы слышите внимательно. От первой буквы до последней все написано в Духе Святом. То есть, здесь ничего нельзя ни убавить, ни прибавить в Слово Божие. А так как мы, мы христиане православные, мы должны Слово Божие очень хорошо знать. Потому что мы должны заплатить, Господь не знать, а они здесь как раз все, и Господь нам дал. Честь святых мужей. Написано, что ибо никогда пророчество не было произносимо по уровню человеческой, Тарас, но изрекали, у вас святые Божьи, человеки, ближим Духом Святым. Вы тогда стих в Писании записали, Ваня, Евангелие от Иоанна 3,16? Это я спросил переписать. Нет? Вангелие записали. Пишите. Что писать? Какой вам стих в Писании, это полегче дальше. Так, разговорчики? Место. Музыка. Музыка. Шарик сбежал. Он не сбежал. Он не сбежал с этим Степаном. Написано. Яна 539. Я сейчас подключу. Вот. Закрепите, пожалуйста. Сейчас, подождите. Дайте мне ручку. Вот, смотрите, два места. Морились. Мин. Пять. Тридцать девять. Чёрточка. Открылись. Идут стихи писания, большую букву нужны. Вот смотрите, вот смотрите, как пишет. Ин, это евангелятьяна значит, сокращенный ин. 5, двоеточие, тридцать девять. Тире, кавычки открылись. Списывайте. 5, тридцать девять. Пишите по одной буквице цифры. Пиши. Ин, 5, двоеточие, тридцать девять. Вот пиши. Тимофея срисовывал. Написал уже? Да, написал. Все. А скобки открыл? Да, скобки открыл. Кавычки пишутся. Кавычки. Кавычки. Записали? Сейчас зачитаем стихи писаний. Когда Слово Божие записывается, даже если ты знаешь наизусть, все равно его старайся из Биби списывать. Потому что можешь в чем-то ошибиться. Память иногда бывает подводит. Я наизусть знаю, но я хочу, чтобы именно из Слово Божие. Потом мы вам раздадим в следующем уроке Евангелие. И вы будете уже оттуда списывать. Так, Слово Божие, вы знали, как его найти. Какую главу? Где написано? Так. Исследуйте писание. Исследуйте писание. Записали? Исследуйте. Исследуйте. Исследуйте с двумя С. Это одно слово? Это одно слово, да. Нет, писание отдельно. Исследуйте. Потом писание. Писание с большой буквы. Писание с большой буквы. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Точка с запятой. А они, через них иметь жизнь вечную. Точка с запятой. Ибо вы думаете через них. Ибо вы думаете через них. Через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне, о мне с большой буквы, именно мне, это значит говорится о Христе, о Боге, о мне, через них иметь жизнь вечную, иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне, а мне слово с большой буквы, то есть о Боге говорится, о Христе. . запятую они свидетельствуют а мне запоминайте сразу они свидетельствуют заучить у вас поля есть если у тетрадок есть поля напишите заучить вам на полях за красной чертой напишите напротив этого стихописания они они свидетельствуют а мне верху . внизу , а они свидетельствуют а мне . . в конце предложения кавычки закрыли только вверху две кавычки вначале было предложение внизу а потом вверху да место отправили закрыть кавычки да на полях написать заучить то есть стихописание надо знать как закрывать кавычки я знаю как закрывать кавычки а не надо было на полях . . . . . . . А что где ты закончил? Говори. Думайте. Думайте. Через них. Иметь жизнь. Через них. Через них иметь жизнь вечную. Возьмите у Тараса рядом тетрадки. Перепишите. Через них иметь жизнь вечную. Что вы разговаривали? Иметь жизнь вечную. Запоминайте. Закон иметь жизнь вечную. Потом спросишь еще. Точка запитала. А они свидетельствуют что там нет. Все. Кавычки запитались. Кавычки вверх. Где запитались? Где запитались? Где запитались? Где запитались? А где наш Виктор Николаевич? Молодя. 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 Повторите пожалуйста. Имеет жизнь вечную. Записала это слово? Заучивайте. Кто записал, заучивайтесь. Надо знать. Пока заучим. Нормально. Молодя. Повторите. Молодя. 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 Слушай, пиши давай. Пиши. Где закончилась писать? Слушай, в последнюю слово. Где вы там? Молодя. 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 А Сеня, ты запоминаешь? Молодя. Что? Где закончилась писать? Молодя. Ну давай пиши. Ты хоть что-нибудь запоминаешь? Места, чё ты там делаешь? Сал, заучивайся. Раз, ты чё встал? Садись. Садись. Всё, заучивайся. Всё, заучивайся. Всё, заучивайся. Садись. А вот тут по лежишь, исследуй. Скажите, пожалуйста, летает. Где, да? Исследуйте. Всё. И краска я там тоже. Сейчас, время пройдёт. Первая часть. Так. Агния записала? Так. Где закончила? Я закончила... Иметь жизнь вечную написала? Я бы жизнь вечную, да, написала. Точка, запятой, точка вверху, запятая внизу. Точка, запятой. Точка, запятой. А они... Слушай меня внимательно. А они... А они... А отдельно они... Свидетельствуют о мне. Мне с большой души. Я... Следуйте, писание, я, запятая. Ты... Либо придумайте... Либо придумайте... Один... А они свидетельствуют, а мне... Свидетельствуют... Вот intercept Parece times, Свидетельствуют. Я колкuted... И touches Миромайк Гудет اه, Галина Тихо, н awe install Making Cross, То есть смысл этого стиха описания такой, что для того, чтобы познать, кто такой Господь Бог, что от нас хочет, я повторюсь еще вам говорю, чтобы, как говорится, узнать заповеди Господни, мы должны следовать священное писание. Ксюша, счет на разговор, будешь стоять у нас стоит. Для этого знать на Слово Божие, изучать его, вникать в него, то есть узнать о Христе, кто такой Христос, для чего он приходил на землю, почему именно у нас стоит распятие креста, почему пылиться, почему именно седьмой день называется воскресенье, почему празднуют Пасху, то есть вот эти вопросы вы должны знать ответы на них. А для этого надо следовать Слово Божие, читать, вникать в него. Самое главное, полюбить его еще надо. А для этого нам нужна первая, это молитва. Я сейчас молитва. Я закончила с меня, а мне? А мне, мне с Башу. Это о Христе. А мне это значит о Христе. Тихо. Паша, не отвлекайся. Скажите, пожалуйста, дальше. Все. А мне, в кавычки закрылись, в кавычки вверху, две закрыли. Что бы этот стих еще включил, что исследовать Писание, выдумать через них, иметь жизнь вечную, потому что жизнь вечная нас еще ждет впереди. Здесь мы находимся временем. Господь так определит. Мы рождаемся, вырастаем и потом умираем. Но в течение этой жизни мы должны знать все о Боге, узнать, исполняя его святые заповеди здесь, научиться друг другом жить, любить друг друга, милосердие проявлять друг другу, сострадание, долготерпение. А для этого нам нужно изучать Священное Писание. И тогда, если мы созреем, как говорится, для Царствия Божьего, Господь нам даст жизнь вечную. Именно с Ним, с Господом нашим. Но есть еще жизнь вечная и для погибающих. Только там будет написано для посрамления, именно на вечное поругание. То есть на вечную гиену человек будет мучиться. Не, Стар, что опять заключился? Сиди спокойно. Что, заучил книжку? Я заучил. Не поверю. Тетрадку разверни, она все сгибается. Так, Хося, давай рассказывай. Иоанна, от каждой голова, то есть уряд и стиль. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о новом. Садись, кто еще готов? Я не могу поехать, и вы иллюстрации сделала. Иван, Гелетьяна. Пять, 35 лет. Иг, а вы? Иг, а вы? Тихо, не смейся, Паша. Ты сейчас увидишь. Думайте. Думайте, умейте жизнь вечную, а умейте свидетельству, чтобы нет. Повторяй, Кирилл, садись. Ты, видимо, еще ни разу не завучил, да? Ну, наверное, отловили себя. Вот это Слово Божие, это не просто какое-то стихотворение завучил, это дается именно Духом Святым человеку. Завучить. Это не так просто, это Слово Господне. Давай, Ваня, расскажи. Иоанна 3 глава, 5 глава, 3-9 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь, а они... Теха, вместо окнотического подсказывает. А они свидетельствуют обо мне. Не обо мне, а мне. Надеюсь, повторяй. Надо четко, ясно, как просил рассказал, без всяких запинок. Мы в течение всех занятий, в течение всего лета, будем именно исследовать Писание. На разные темы. Давай, рассказывай, Тимофей. Евангелие, Иоанна 5, 39. Исследуйте Писание, ибо вы... Думайте, только не подглядывай. Ты должен из-за ученика расподнял. Забройте кратку. Все, говори. Думайте через них иметь жизнь личную, а они свидетельствуют обо мне. Еще раз повторяй, что без запинки у тебя было. Давай, Нестер. Иоанна 5, 39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Свидетельствуют обо мне. Так, ты не смейся, мы Слово Божие изучаем, нельзя смейся. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Паша, садись, и никогда не на Слове Божьем, никогда не смейся. Господь покарает просто, нельзя это делать. Побойтесь Бога. Мы сегодня стих Писания повторяли, и вчера тоже. Начало мудрости, страх Господний, иметь страх Божий. Ну давай, Ксюша, ну что сидеть, надо рассказывать. Иван Георган, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Давай, выучи. Все, стоп, вот тетрадку закрой. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Еще раз садись, повторяй, чтобы без запинки было. Василиса, ты выучила? Да. Давай, рассказывай. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Где написано? Ианна, так и свидетельствуют обо мне. Тоже повторять надо. Так, давай. Я могу безначе вовремя сказать. Исследуйте Писание, ибо вы... Да вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Где написано? Ианна 539. Ианна 539. Разве. Так, кто еще готов? Кто у нас еще не рассказывает? Давай, Иван, иди, расскажи. Иван, потом я. Иван, иван, иди, расскажи. Исследуйте Священное Писание, ибо вы через него. Вы думаете, иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне? Так, где он ошибку совершил? Кто скажет? Руку поднимите. Давай место. Он сказал, исследуйте... Само все? Вот, как он слово там добавил, убавил. Он сказал, 39-е Писание. Нет. Где он ошибку совершил? Он сказал, обо мне, а не поле. А, еще один. Какое он слово прибавил? Написано, не пробавляй к словам его. Нет. Какое слово он прибавил? Кто внимательно просил? Да. Священное. Слово священное, посмотри, там нету слово священное. А, не да. Просто Писание написано. Катюша, сядь. Агния, это записала, все? Завучиваешь? Катюша, ты заучила? Давай ты стихотворение заучишь, в том году у тебя плоховато. Аня, ты заучиваешь? Да. Завучиваешь. Давай, Ваня, повторим. Иоанна, 5 глава, 3-20 стих. Что дайте Писание, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Я ошибку сделал, сам подумай сейчас. Садись. Кто старше, давай. Он и век пытался перед соучиванием. Да. То есть, вот этот, заучив, там треть не нужно. Так, кто у нас, давай вперед. Иоанн, 5-39. Исследуйте Писание, думайте через них вечную жизнь, а они свидетельствуют о мне. Немножко поперепутал. Более конкретно. Ты там правильно хоть записался? Да. Смотри, ты много, там поменял местами некоторые слова. Да, да. Аня, заучила? Нет. Ксюша, Агния, заучили еще? У вас примеру. Карелия сидит. Учить можно. Давай вместо. А, ты уже зовут, ты сказала. Я же сказал. А повторно? Арсений, ты повторно готов? Да. Ну, давай. Что-то зачем-то привезет. Ну, все. Кто еще у нас? Готов. Так, ладно. Нас Игнатьич позвал на видеофильм с просмотром. Так что сейчас все встаем, молимся, достойно поем и идем на целое личное. Сразу же не клоняйте. Боже, Тетя Богородицу, Преснаблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херухим, И славнейшую без сравнения с Ерафим, Веждественния Бога слава Роджую, Сущую Богородицу Тя Величави. Господи, слава Тебе за это подшедшее занятие. Слава Тебе. Помоги, Господи, нам разуметь Слово Твое, Чтоб эти священные писания, Господи, умудрили их, наставили их, Взяли им познание Тебе, Господи, Боге нашим, Страх Твоей Святой, Чтоб они полюбили Слово Твоей, Господи, Вникали в Него. Как Ты и давал своим святым пророкам, которые любили Его, Вникали день и ночь в Него, Жили в Духе Твоей Святом, Распусти нас мирно, Дай остаток этого дня прожить в Духе Твоей Святом, Входя в послушание, смирение, кротость и воздержание. Слава Тебе за все. Час и погоди. Тебе, сын, Слава Твоей Святой, Господи. Мамень. Мамень. Все, 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 все.